Друзья, всем привет! С вами Вера и Женя, и вы на нашем канале. Сегодня съездили в Биск, в садовый центр, за комнатными растениями на 8 марта. Ой, упыхались сегодня все, затащили их в наше помещение. Крышки открылись, сейчас я покажу, как они приходят. Вот в таких коробках, как селедки в бочке. Главное все упаковать плотненько, чтобы никакой цветочек не повредился. Вот эти очень хрупенькие цветочки, хризантемки. Вот, сейчас все будем доставать, поливать. Нужно будет убрать с каждого цветочка упаковку, в которую они идут. Вот, и дальше, дальше уже будем упаковывать их красиво на продажу. Завтра часть мы должны уже выставить в магазин, сориентировать людей по цене, по ассортименту. Вот, поэтому время поджимает. Начинаем. Друзья, доброе утро. Сейчас 7 часов следующего дня. Не стала вчера снимать. Поздно уже убежали отдыхать. Сегодня с утра забежала, чтобы вам снять и все показать, что мы вчера сделали. Очень много упаковали цветочков, уже готовых к продажу в Кумеле. Начинала показывать энцикламенчик. Вот такие сумочки. Сюда напрашивается бантичек, еще небольшой. Также глоксиния. У глоксинии листики раскидистые, хрупкие. Так же, как и цветочки, сделали вот такие широкие коробочки под них. Вот и то, да, лепесточки торчат. Ничего страшного. Такие граммофончики, как бы замызганные, да, у нас здесь уже не отойдут. Мы их подрежем. Очень много новых бутонов. Они у нас успеют распуститься к празднику, если сейчас их не купят. Далее, бегония. Бегонию тоже мы сделали вот в такую аккуратную сумочку. Потому что так же у нее листочки хрупенькие. Вот. Азалия мне нравится, как сделали. Такую сумочку с подложечкой, с открыточкой, с бантиком. Цветок так же по размеру вошел. Вот такие вот. Очень красиво. Красиво будет стоять на витрине. То есть, одна упаковка, бантик, а цветы только разные будут. Еще раз подраспустится. Все цветочки полила, обобрала. Далее у нас идет спатифилу. Спатифилу уже побольше сумки. Вот такие вот, тоже такие посерьезнее, потому что у нас сам цветочек большой. Сделали открыточку. Мне нравится упаковывать сумочки, потому что до 8 марта еще много времени. Здесь и земля, и цветок дышит. То есть, он как бы не плотно прилегает к упаковке. И тем самым цветочек можно и полить. И, ну, он дышит. Далее, далее антуриумы. Антуриумы тоже не нравятся, как сделали. В одинаковые сумочки с разными открыточками. Вот так красиво. Перед выставлением цветов на витрину, именно на 8 марта, мы обязательно все цветы красиво упаковываем, придумываем. Какие-то в сумочке, какие-то в коробочке, какие-то вот просто, да, снизу упаковочка. Но это обязательно, обязательно нужно сделать. Потому что, ну, наверное, да, кто-то бы и купил без упаковки. У нас цена в компьютере сразу закладывается. Вот, например, строчка, да, антуриум в сумочке. Примерно так, да. И так и пробивается. Не антуриум отдельно, отдельно сумочка, чтобы нам время потом не терять. Ведь каждый второй, да даже первый придет, купит на подарок и скажет, как можно красиво упаковать. И, то есть, свое драгоценное время потом приходится тратить. Сейчас оно есть время. Ой, сейчас оно есть время, чтобы красиво нам все подобрать, упаковать, аккуратненько привязать бантик, полить, что-то подрезать. Вот, поухаживать, в общем, за ними. Поэтому мы этим и занимаемся. Но это, повторюсь, только на праздник 8 марта. Так, вот беленькие, красенькие, фиолетовенькие, оранжевенькие, красивые у нас расцветки пришли. Розы также, розочки красивые. Каждую упаковали в сумочку. Ее очень хорошо, удобно поливать. Роза водохлеб. Вот, поэтому стягивать снизу мы ее как бы не стали. Тоже решили сумочку ее упаковать и переносить хорошо. Взял и пошел. Все. Розы у нас расцветки. Ярко-розовые, бордовые, нежно-розовые, оранжевые, желтые. Разнообразные расцветки. Эти цветы мы еще хризантему не упаковали. Хризантему мы будем упаковывать по-простому. Сейчас покажу. По-простому это будем делать вот такие кулечки. Тоже, чтобы удобно было поливать. И хризантема внутри дышит. То есть воздух хорошо туда заходит. Спокойненько. Вот хризантема, она такая капризулька. Как моя практика показала. Вот, поэтому стягивать снизу ленточкой мы ее не будем в плотную упаковочку. Вот, а сделаем так, чтобы она дышала. Ну и, конечно же, цветочек будет дешевле в этой упаковке, нежели в сумочке, да, в коробочке. Также хризантема есть еще и поменьше. Также будем упаковывать, чтобы был дешевый цветочек на витрине. Каланхой я ставила до утра и фиалку. Они были хорошо подлиты, ну как бы поенные. Поэтому мне нужно было, чтобы грунт немножко подсох. Стебелечки нижние тоже подсохли все. Ну, также фиалки. И упаковывать их будем тоже сегодня. Но упаковывать также не в сумочку, а таким же вариантом, как и хризантема. Но это мы будем делать в магазине. Там у нас клей-пистолет под рукой. Вот, нежели здесь. Розетка неудобно расположена. Будем делать хризантему одноголовую вот такую. Мы тоже будем упаковывать так же, как хризантему кустовую. В сумочку хотела ее, но вот эти ручки, боюсь, будут бить. Бить о голову хризантемы и она может посыпаться. Потому что она очень хрупенькая. Очень мне нравятся вот такие, как я упаковала, крупненькие. Растения тагузмания, бромелия, кала, лилии. Все вот с такой открыточкой, в таком прозрачном пакетике. Тоже очень удобно. В прошлом году мы делали в таких. Практика показывает, что охотно берут. Очень красиво. И на витрину можно будет снизу все поставить. Хорошо смотрится. Сейчас я вам покажу, как. Вот. Вот это вообще какая-то шикарная шкалла. Лилии начали распускаться. Будем обобирать вот эти вот тычинки, чтобы они нам не красили полотно лилии. Вот такие открыточки. Тоже очень-очень удобно. Дендробиумы упаковала. Один открыла, но пожалела. Они такие неустойчивые. Поэтому второй не стала открывать. Это мы просто так в магазин унесем и упакуем. Ну вот так же. Так же будем упаковывать. На это времени вчера у меня не хватило. Так же будем жениха с невестой упаковывать без сумочек. Очень мне нравится, как я подобрала вариант упаковки с гортензией. Гортензию поставила на коробочке. И получился красочный букет. Вот просто композиция в коробочке получилась. Очень удобно поливать. Так же все дышит. Гортензия водохлеб. Я ее вчера полила. Сегодня уже опрыскала сверху, чтобы она прекрасно себя чувствовала. Потому что все равно они в дороге. Все растения получают стресс. Их везут и в темноте, и в перепады температуры тоже бывают иногда. Но они у нас здесь проходят реабилитацию, прежде чем попасть на витрину. Ночь постояли, очухались, омыгались и на витрину. Руки вчера у меня, конечно, зачесались. И я не могла не удержаться, чтобы сделать несколько посадочек. Вот такие классные получились. Это корзина с весенними первоцветами. Здесь и гиацинты, и нарциссы, и мускари. Сделала таких четыре. Хочется уже, что сегодня предлагать нашим покупателям уже посадочки интересные. Здесь у меня рабочий стол. Вчера уже немножечко насвинячила. Ну, это все рабочий процесс. Рабочий процесс, от которого я просто кайфую. Сейчас я вам покажу еще посадочки. Вот такие. Еще одна корзиночка. И вот такие вот посадочки. Классные. Смотрите, с какой курочкой. Все по цвету подобрано. Мускари с курочкой, да, сочетаются. Здесь у меня нет закончились клей-пистолет. Стержень. Сюда еще хочу посадить по божьей коровке. Сюда и на какую-нибудь веточку, чтобы две божьи коровочки было. Вот. Все это протереть красивенько. Курочку зафиксировать еще хорошо нужно. Ну, вот такие посадочки. Будем делать. Но это только начало. О посадочках я сниму видео отдельно. И выложим потом его позднее. Вот. Но сегодня по плану все посадочки мне нужно успеть посадить. Все сделать. И все выставить на витрину. Все отфотографировать. Выложить в сторис, в инстаграм. Уже с ценой. Надо уже... Люди ждут уже. Им надо ориентироваться по цене. Что подарить воспитателям, учителям. Сколько денежек скидывать. В общем, столько нюансов. Столько вопросов мне задают. Вот. Поэтому надо скорее-скорее все это сделать и выложить. Хочу показать, как мы упаковали наши орхидеи. Упаковали мы вместе с кошком. Цена будет закладываться также в компьютере вместе с горшком. С упаковкой. Все это будет единая цена. Почему мы так делаем? Потому что мы в любой момент можем вытащить, проверить нашу корневую систему. Потому что до 8 марта еще целая неделя, если не больше. И спокойно пропоить наши орхидеи. А если мы запечатаем их без горшка уже красиво, да, оформим, то нам придется развязывать, поить цветочки. Корневая будет плохо дышать. В этом варианте замечательно она дышит. Воздух там циркулирует. Вот. И она прекрасно себя все чувствует. Вот. Мы все их упаковали. Вот так красивенько. Тоже разноцветные упаковочки. Здесь также немножечко недоупаковали, потому что в горшочке кашпо для орхидеи остались в магазине несколько штук. Ну, мы их сегодня доделаем, допакуем. Да и орхидеи не все у нас влезут на витрину. Вообще цветы не все влезут на витрину. Будем здесь оставлять небольшую подтоварку. Вот. И постепенно, постепенно по мере продажи будем уносить их в магазин. Ну что, друзья, вот такие новости на данный момент, на утро. Сейчас собираюсь в парикмахерскую, чтобы совсем не превратиться в восьмимартовского бомжа. Надо привести себя в порядок. Хорошо, парикмахер пошла на встречу, записала мне на самое-самое раннее время. Вот. Как я приеду, мы все будем носить в магазин выставлять. Как выставим, обязательно включу камеру и вам покажу, как все я выставляю в витрину с комнатными растениями на 8 марта у себя в магазине. Пока мы оформляем нашу витрину, все перенесли в магазин, предлагаю перенестись в наши тюльпаны. Посмотрите, как они выросли за несколько буквально дней, буквально несколько дней назад я их уже резала немножечко. Вот, посмотрите. Будем пробовать вот в таком состоянии резать тюльпаны. Ночь поставим в тепло. На завтра заказали. Очень-очень нужны. Я выкладывала в сторис и понравились тюльпанчики именно в таком состоянии. Немножечко за ночь, я думаю, в тепле они подраскроются. приступим. Надо 20 тюльпанов. Мы самых высоких или самых помесистых сейчас бутончики буду выбирать и режать. Таким образом. Такой. Попробуем. Бутон еще не окрасился, кстати. Но нас очень попросили это сделать. Всем привет! Сегодня 26 февраля. Из первой срезки прошло 5 дней. Тюльпаны просто не узнать. Этот сорт ивангардно смотрите как налился уже бутончики становятся больше. Да и вообще все остальные сорта уже начали показывать свои бутоны. Вот посмотрите лалибелла сорт слегка вот красный. показывается здесь чуть-чуть попозже будут. Вот сорт экспрессион какой-то розовый фиолетовый такой. Вот видны бутоны. Вот здесь еще один белый сорт хакун. Он же кстати стоит вот здесь но бутоны еще не показал. Вот этот ящик стоит напротив вентилятора. Кстати температуру я уже поднял до 17 градусов и он чуть-чуть побыстрее видите показал свои бутоны и уже они окрашиваются. Так это все хакун хакун вандермост по-моему желтый сорт тоже показал бутоны и они наливаются осталось несколько дней и мы увидим уже красоту с вами. так вот здесь сортик тоже поздний строн голд это скорее всего красно желтый насколько я помню будет сорт тоже будет чуть-чуть попозже температуру подняли ожидаем что сейчас они у нас быстренько все сорта начнут цвести все идет по плану я напоминаю что мы выгоняем чуть позже чем все остальные потому что у нас собственный магазинчик да и мы прям все готовим к витрине часть которые зацветут пораньше мы либо будем сохранять либо они продадутся на какие-то корпоративные заказы на большие такие заказы уже есть все ожидаем красоты все друзья время послеобеденное почти все выставили в магазинчик почти всю горшечку упаковали осталось только написать ценники давайте я вам покажу как мы все выставили наверху спотифилумы в сумочках очень красиво открыточки читаются антуриумы немножечко добавили орхидеи у нас уже бронируют на самую верхнюю полочку они не все у нас сюда вошли поэтому на складе у нас есть товар по мере продажи будем подносить полочку пониже красиво вписалась азалия также фиалочки сюда поставили повыше снизу все равно у нас попрохладнее так смотреть далее розы лилии розы также сюда поставили на приступочек вот эту полочку всю также забили низко растущими цветочками компонула вот так просто в кулетчик упаковали колонхоя вот так сделали гвоздичка чтобы не прела так же простой кулетчик сделали там внизу гвоздичка колонхойки еще надо доупаковать полки с кактусами мы еще не прибрали каждый кактус мы так же красиво упакуем либо сделаем в горшочек красота а также с этой стороны полочки от сувениров мы освободили поставили их какие-то повыше все у нас беточечком они стоят цикламенчики бегонию поставили сюда поставили две лавочки из холодильника поставили большие сумочки антуриумы хризантемка красиво ковром встала глоксиния хризантема также по верху поставили зелень алаказия бромелия наверху фикусы бегонии упаковали все выставили практически осталось нам сделать ценники и все можно снимать видео выкладывать в инстаграм посадочки мы будем размещать в холодильник пока нет среза вот здесь и шумно я вам покажу пока нет среза на лавочке шумно там на лавочке будем выставлять будем выставлять посадочки сегодня я этим активно займусь обязательно в следующем видео будет это посадка растений делаем посадочки на 8 марта обязательно будет на эту тему видео посадочек очень много запланировала вот я показала только вот вообще маленькую часть в следующем видео все покажем друзья на этом я с вами прощаюсь спасибо что досмотрели видео до конца подписывайтесь оставляйте свои комментарии понравилось видео или нет и желаю желаю всем мирного неба над головой с вами были Вера и Женя до новых встреч пока пока не забывайте